Вот список того, что только мы на острове можем. У Алекса на спине оглашен весь список чисто английских развлечений. Катание сыров, гонки улиток, метание угрей. С интересом наблюдает, как Шон несет все, что приготовил для этого чемпионата мира. Ведра с крапивой, собранные на рассвете, чтобы злей была. Все руки скусал, пока собирал. Надо же, чтобы стебли не короче 15 футов были. Это почти полметра по регламенту чемпионата. Начиналось четверть века назад. Два фермера поспорили, у кого длиннее крапива. Померились и проигравший у выигравшего ветку съел. Потом поспорили все округой. Потом чемпионат мира придумывали всем графством. Объесть до листика ветки и померить суммарную длину объеденного. Саймонс высока смотрит на тех, кто хочет поспорить за его корону. Король крапивы. 15 съеденных метров веток или полное ведро за один час. Пять лет подряд. У человека должно быть хобби. Я ел раз в год крапиву. Но в этом году не буду, пока не увижу достойного противника. Главное расслабиться, жевать и думать о славе, который достанется победителем. Яна группа поддержки объясняет, как надо. Эстонская девушка очень хочет быть настоящей английской женой. А превращению эстонского чувства юмора в английское должен помочь крапивный сок. Надо знать, как кушать. Тогда все хорошо. Но я не могу тебе сказать, потому что это секрет. Топ секрет сейчас. Яна через полчаса уже чуть не плачет. Она каждый лист запивала водой. Ждать больше не может. А выйти нельзя. Дисквалифицирует. Судья успокаивает. Ваш главный соперник выбрал тактику глотать не жуя. Съел больше всех, но его мутит. Тоже может сойти с дистанции. В общей сложности участники соревнований должны съесть около тысячи метров крапивы. Технология победитель прошлого года уже не секрет. Лист крапивы тыльной стороной кверху сложить в четверо, выдохнуть и зашунуть поглубже под язык. Прожевать и можно запить томатным соком. Терпимо, зубы потом отчищу. Саймон не спеша ходит за добавкой. Тех, кто оказался слаб духом, зрители подначивают. Потерпи и еще пожуй. Стоя больше влезет. Синтечный. После работы хорошо переключаешься. И потом вся округа говорит, вот настоящий англичанин, таких мало осталось. Соревнующиеся ежились, кололись, но продолжали есть крапиву. Ливень был избавлением от спортивного жара где-то в душе и продолжение чемпионата. Потому что, на английский взгляд, есть крапиву под дождем – это как минимум неприлично. Ира Дзиналова, Борис Анциферов, Дорсик, Британия, Первый канал.